Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова я, Дина Орехова. И у нас сегодня третье занятие из цикла Ореховых вечеров, где мы открываем тайность и неизвестность китайской методики. Сегодня у нас тема будет «Вор богатства». Только недавно с вами мы встретили бога богатства. Это такое положительное событие в 2016 году. Естественно, у каждого положительного есть определенные противоположности. И что же противостоит богу богатства? Богу богатства у нас противостоит вор богатства. И, естественно, своих врагов надо знать в лицо, чтобы достойно их смеять в три. Иногда вдруг резко в нашей жизни начинают происходить такие события, что мы начинаем задумываться, они сглазили ли нас, может, порча какая на нас. И из-за того, что какие-то нехорошие финансовые изменения происходят в нашей жизни, мы бежим либо к бабкам, либо к гадалкам узнать, что же такое происходит. И, естественно, за наши денежки, к гадалка или там бабка, да, естественно, находит у нас либо порчу, либо сглаз. И вы, получается, еще больше теряете денег на всякие ритуалы, процедуры и так далее. А потом вдруг резко все это у вас заканчивается, и, вроде как, результат воздействия магических сил как будто происходит. Что же на самом деле? На самом деле, для начала возьмите свою карту Баджи и посмотрите. Возможно, просто у вас вступил год вора богатства, когда реально люди начинают гораздо больше терять денег. Так как же его определить? Под этим видео есть ссылочка на ресурс, где вы можете составить такую же карту Баджи. Вот так она выглядит, да, 4 столба судьбы и удачи. Вот таким образом. И что мы в ней увидим? Для начала мы посмотрим текущий год. Текущий год у нас огненный обезьян. Здесь мы видим небес на столбе года, огонь, элемент огня и элемент янского огня. Смотрим свою карту рождения, на что обращаем внимание в своей карте рождения в первую очередь. В первую очередь мы смотрим вот сюда. Небесный ствол дневной веки. У нас здесь для нашего понимания как раз такая карта представлена, где находится тоже огонь. И огонь другого качества, ильского. Ильский, здесь у нас ильский огонь, а здесь у нас янский огонь. И когда у нас получаются такие вот противоположности, здесь иль, а здесь ян, или будет наоборот, вот в следующий год у нас придет иль, а у кого-то вот здесь вот господин дня, это называется элемент личности или доминанта, а в разных школах по-разному, здесь будет находиться уже янский огонь. Соответственно, все противоположности являются вором богатства. Так что же делать? Как нивелировать воздействие вот этого нежданного гостя? Первое, что нужно делать в эти годы, это нужно нам заниматься благотворительностью. То есть, чтобы у вас не забрали, нужно самим отдать. Отдавайте людям и вам от этого воздастся. Соответственно, помогайте своим близким. Вы тоже так же тратите деньги, не давая возможности вору богатства забрать у вас гораздо больше. И еще что можно в эти годы? Нужно принимать участие во всяких игровых действиях. Играть на деньги, то есть ставки ставить, в кардино, в лотареи и так далее. Потому что мало кто выигрывает, но тем не менее вы как бы создаете искусственную ситуацию, когда вы теряете эпидемию. Если вы занимаетесь бизнесом, вам можно применить дополнительные техники. В эти годы нужно как можно больше проявлять активности, и не опускать руки, не сдаваться, а учиться кусаться. То есть, выходить на рынки конкурентов раньше, раньше своих конкурентов запускать какой-то трендовый продукт, чтобы как можно большую долю длинной прибыли получить себе. Проводить партизанский маркетинг, что происходит на рынке у ваших конкурентов, и, возможно, забирать у них какие-то идеи. Потому что либо у вас забирают, либо вы забирают. На это тоже обратите внимание. Я думаю, что свора богатства вам понятна. И вам это будет подсказочкой, глянув в ресурсы своих родных и близких, чтобы понимать, что же в реале происходит в вашей финансовой сфере, почему деньги от вас куда-то уходят. И, соответственно, принять какие-то определенные действия. Самое не очень приятное, когда вы находитесь в десятилетии вора богатства, я просто знаю одного бизнесмена, он, правда, на это внимание особо не обращает. Иногда, знаете, мы привыкаем за 10 лет, что у нас что-то постоянно забирают и считают, в принципе, это издержками своей деятельности. Но, тем не менее, сейчас он находится в десятилетии вора богатства. Я просто знаю отдельные моменты в его жизни. У него то, там на работе сеть деньгами вынесли, то они были на курорте, у них номер обокрали, до этого они тоже где-то были, у них документы с сумкой, с машиной, вытащили из машины. Потом так получилось, что купили недвижимость в Турции. Примерно сейчас, получается, они потеряли это полностью. И таких вот ситуаций у него вот очень много. Просто человек находится в десятилетии в богатстве, и прежде чем вкладывать куда-то, нужно 20 раз подумать, что не жалко ли себе будет с этим расстаться. С вором богатства понятно. Так вы это можете просчитать, посмотреть и предпринять определенные меры. Есть еще кое-что, забирающее наши деревья. Это дверь транжира. Мы живем в определенном доме, и даже не задумываясь, что почему, приехав именно в этот дом, или почему у меня постоянно происходит ситуация, когда нету денег. Вроде они только были на руках, но тут же куда-то исчезли. Почему? Потому что в этом доме, где входная дверь ваша, дверь транжира, очень тяжело удержать деньги. И есть определенные способы сохранения, есть определенные способы рассчитать, узнать, транжирали, ваша входная дверь. Кому это интересно, вы можете по ссылочке, либо на этом видео, либо под этим видео, зайти на страничку, познакомиться и заказать себе инструкцию, как определить, рассчитать, определить транжир, чтобы, когда встанет вопрос, о переезде в новое жилище, или когда встанет вопрос, о покупке новой недвижимости, чтобы, въехав в новое жилье, вы больше получали, а не теряли. Я думаю, что врагами у нас все понятно, сбор богатства, дверь транжира, я думаю, для вас в скором времени будут совершенно не страшны, потому что, когда ты предупрежден, значит, ты вооружен. Итак, на этом все. Маленькая завеса очередных тайных сетей открылась на следующем занятии мы продолжим открывать тайности и неизвестности китайской медицины. Итак, с вами была я, Ирина Михайловна, все вопросы пишем в комментариях под видео, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok